ну привет всем наконец конец марта самый конец марта 27 число сегодня я разговариваю с вами с территории Ройл Новоскоша ЮАС Квадран вы знаете этот их клуб в него я приходил в 2003 году из него я уходил в 2011 и приходил возвращался в 2014 так вот сегодня здесь еще продолжает лежать снег я вам покажу следуя всем вашим пожеланиям которые я слышал на протяжении последних нескольких месяцев я хочу вам показать все что здесь есть в этом мехклубе из неликвида неликвид это те яхты которые продаются не через брокеров те которые продаются напрямую от судовладельцев и которые последние несколько лет стоят здесь никем не заинтересованы то есть они стоят здесь на мертвом якоре я бы сказал так точно так же я купил свое время свою хикари здесь если вы помните в 2011 году я купил ее точно так же пришел поинтересовался что здесь у вас есть из неликвида от судовладельца мне ее показали я посмотрел через неделю через две недели я ее купил за 1000 долларов так вот сегодня следуя вашим пожеланиям я хочу вам показать всего три лодки здесь есть которые продаются от судовладельцев я послал запрос на все три судовладельцам для того чтобы получить разрешение зайти внутрь посмотреть и отснять сегодня я получил на одну это 76 год СНС 42 фута пойдемте вместе со мной посмотрим ее как она выглядит снаружи как она выглядит внутри и я вам расскажу несколько больше то что я о ней знаю то что мне сообщил судовладелец цену он не назвал говорит ты ее посмотри и мы то там вместе с тобой определимся сделай мне предложение собственно говоря и мы с тобой все это обсудим я это делаю для того чтобы все люди которые близки к морю к яхтингу меня часто просили Серега пойди посмотри где-нибудь по сторонам может быть что-нибудь есть интересное для нас может быть мы что-нибудь благодаря тебе найдем что-нибудь интересное я буду очень рад если кому-то что-то понравится я мог бы эту лодку скажем ну купить восстановить приготовить к перегону вы бы приехали перегнали или вместе со мной или сами в общем как бы там ни было я сейчас относительно свободен мне это очень интересно и я хочу выполнить одну из своих обещаний одно из своих обещаний которые я вам дал в свое время что вот придет весна станет потеплее и обязательно это сделаю ну что пойдемте вместе со мной посмотрим что она собой представляет сенси 76 год 42 фута ну вот сколько собственно как она выглядит снаружи стоит на своем кель-блоке я ее видел здесь уже несколько лет она стояла невостребованная потому если кому-то будет интересно я пока сейчас думаю о хождении вокруг южной америки но пока для себя лодку не ищу буду рад если кому-то эта информация может пригодиться и можно быть мы с вами что-нибудь вместе придумаем ну пойдемте внутрь ну вот как она выглядит отсюда как мне написал судовладелец это одна из пяти лодок которая была построена с гладкой палубой то есть без рубки гоночный вариант пойдемте посмотрим что она представляет собой поближе мы наверху да давно за ней не присматривали чувствуется давно здесь не было это хозяина так как он мне еще сказал все лебедки которые вы не видите на палубе они были сняты и убраны к нему в гараж точно так же как как он сказал что двигатель тоже сняли он его поставил себе в гараж на обслуживание лодка явно гоночная не знаю мне без рубки не нравится это кто любит гоночные экстремальные варианты ну пойдемте посмотрим что у нас там внизу она здесь совсем разобрана не по елов я полагаю поскольку судовладелец даже снял лебедки я полагаю что он вот гальюн и для него место наверное вот здесь вот это гальюн тоже сняли зачем то ну ясно я думаю что все чего здесь не хватает все у него лежит в гараже иногда судовладельцы думают что если они уберут себе в гараж все это будет как-то целей это основной салон это трап с палубы это камбуз место для камбуза плита тоже снята ну так две кормовых койки это место двигателя две кормовых койки рундук ну собственно все штурманский стол штурманский стол стоял наверное где он стоял я не знаю вот это штурманский стол где он стоял я пока не вижу ему место где он мог бы стоять ну вот мачта как сказали мне в ясклубе двигатель в гараже лебезки в гараже ну пойдемте наверх вот свою если вы помните лодку CNC 35 76 года я купил за тысячу долларов не знаю если кому то это может быть интересно буду очень рад рядом стоит еще две лодки которую я вам ближайшее время покажу а пока на сегодняшний день вот эта лодка если какие то есть вопросы по ней задавайте постараюсь быть максимально точным задам вопрос судовлагельцу и вам передам ну вот это что касаемо эссенсии 42 фута 76 года а вот совсем рядом со всем левым бортом стоит еще одна лодка модели не знаю похоже тоже на CNC но жду ответа от судовладельца 40 футов для того чтобы зайти внутрь посмотреть что на собой представляет тоже продается от судовладельца еще очень интересная лодочка здесь стоит вот через через один борт я ее помню она еще продавалась 8 лет назад вот она она 28 футов деревянная сверху покрыта пластиком под старину проекты не знаю жду разрешения от судовладельца для того чтобы вам ее тоже показать на трейлере можно вывести будет своим ходом или перегнать или вывести ее можно будет с территории клуба на этом трейлере стоит она здесь уже 8-9 лет точно так что и в отвратительном состоянии но поскольку я могу видеть в каком состоянии здесь пошла трещина по форшневне видите это не такое большое не такая большая проблема но надо вскрыть эпоксидку и посмотреть что там происходит все ремонтируется все ремонтируется в зависимости от того за сколько купил и каким бюджетом ты располагаешь ребятишки на сегодня пока все показал вам лодку собственно там смотреть особенно нечего срок 2 фута 76 год CNC мне не понравилось вот честно скажу я не люблю такие экстремальные гладкие палубы она хороший ходок одна из пяти которые построили за все время строительство CNC 60-х годов одна из пяти которые построили без палубы насколько я знаю можете погуглить я могу погуглить дать вам больше информации пока это то что есть купить можно за копейки если кому то интересно можем с вами это дело обсудить с удовольствием вам помогу я рад что я снова в деле я рад что я снова с вами я рад что снова могу вам что-то показать и быть для вас полезным будьте с нами этот сезон обещает быть очень интересным люблю вас пока